Очередной громкий успех одного из сильнейших шашистов планеты Сергея Белошеева. Крымчанин в Санкт-Петербурге одержал победы на третьем этапе Кубка мира. Воспитанник Евпаторийской школы шашек оказался лучшим как в молниеносной игре, так и в классике. Несмотря на то, что золотые медали на соревновании «Белые ночи» Белошеев завоевывает уже в который раз, именно эту свою победу он оценивает как самую тяжелую, ведь в северной столице ему противостоял сильнейший состав за всю историю проведения. Очередная яркая победа на этапе Кубка мира. Борьба с более чем полутора сотнями шашистов. Крымчанин Сергей Белошеев выиграл и в молниеносной игре, и в классике на турнире «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Турнир, третий этап «Белые ночи» Кубок мира, я его не пропускаю, это уже шестой год, и удача всегда сопутствует. Как правило в двух турнирах я выиграю. В том году тоже покорилось мне два турнира именно на третьем этапе Кубка мира, ну и в этом году получилось тоже выиграть два турнира. Спортсмены из 20 стран, в том числе и Соединенных Штатов, Ганы, Франции, Вьетнама. Среди соискателей такие мастера, как Николай Стручков и Арунас Нарвайшас из Литвы. Последний, так же как и Белошеев, чемпион мира. Состав был очень сильный, наверное, один из самых сильнейших за проведение вот именно шесть лет проводится Кубок мира и шесть лет «Белые ночи». И это был сильнейший состав. То есть порядка десяти международных гроссмейстеров, действующий чемпион мира я, действующий чемпион Европы Стручков, много призеров чемпионата мира и Европы, порядка сорока мастеров, очень много молодых хороших спортсменов, доволен очень своей игрой. Так что в преддверии чемпионата мира, считай, очень хорошо выступил. Партии хорошие были, красивые идеи. Сергей Белошеев единолично, без равенства очков, выиграл Блиц-турнир. С хорошим настроением подошел и к классике, где так же выглядел на порядок убедительнее конкурентов. Претензии на победу крымчанин обозначил еще дорешающий из девяти партий. Таким, наверное, переломным стал седьмой тур, где я выиграл у сильного международного гроссмейстера из Новгорода Михаила Федорова. Мои соперники, которые имели после семи туров одинаковое количество очков, сырали между собой ничью. И вот именно, наверное, вот этот седьмой тур стал такой переломный. Ну и потом додержал, выиграл еще один тур, сырал в последнем ничью и тем самым опередил. Чемпионат мира пройдет также в Санкт-Петербурге в октябре. До этого момента Сергей Белошеев успеет выступить в двух престижных турнирах, этапе Кубка мира в Казани, а также в чемпионате России, который пройдет в Сочи. Крымский гроссмейстер высоко оценивает свою форму в преддверии главного старта года и рассчитывает защитить титул. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.